Провели генеральную уборку, помыли окна и коридоры, сделали косметический ремонт в некоторых рекреациях и кабинетах. Как рассказала директор гимназии, подготовке к новому учебному году всегда уделяется особое внимание, несмотря на то, что на ее проведение, как правило, не так много времени. В начале лета экзамены, в конце – работа над учебной программой и расписанием. Школа – это очень удивительный живой организм. И каждый месяц происходит своя история. Лето, первый месяц, июнь, сдавали, принимали экзамены. До полиюля выдавали аттестаты. Ну и одновременно готовили школу к новому учебному году. Во-первых, нужно было все классы отмыть, привести интерьер в порядок, что-то подкрасить. Поменяли мебель в начальной школе. Сейчас нам еще идет мебель, поэтому должно быть комфортно. То, что с поставленной задачей справились на отлично, подтвердил мэр Магадана Юрий Гришан. Он посетил гимназию с рабочим визитом и отметил, что это образовательное учреждение всегда в числе лучших по уровню подготовки. Решены все вопросы безопасности, пребывания детей, и рамки есть, и видеокамеры, и заключены договоры с неведомственной охраной по кнопке тревожной сигнализации. И столовая подготовлена, и медблок. Есть кадры все, и работников пищеблока, и медицинский работник работает на одну школу, что очень важно. Я зашел в библиотеку, очень приятно, что очень серьезное обновление учебниками, более тысячи учебников получили в библиотеку. Получается, что вопросов вообще по бесплатному обеспечению учебниками не будет, так же, как и рабочими детрадями. Десять классов заменили полностью учебную мебель, это примерно 150 парт. Парт – это очень приличное обновление. Дети будут сидеть за хорошими, безопасными партами с регулируемой высотой, то есть можно будет подогнать по росту каждого ребенка. Кстати говоря, это было одно из замечаний Роспотребнадзора на конец учебного года, и это замечание выполнено. В состав комиссии вошли и члены городской общественной палаты. Они акцентировали внимание на общем состоянии школы, в частности, учебных классов. В первую очередь самое главное, чтобы было тепло, потому что в прошлом году были некоторые вопросы к некоторым школам, потому что было действительно очень холодно, и даже дети в слишком теплой одежде ходили в школе, это ненормально, здесь уже надо будет в дальнейшем решать эти вопросы. Также, естественно, на чистоту. То есть чисто, опрятно, тепло, хорошо, замечательно. Значит, наши школьники будут уже с достаточным удовольствием находиться в этих помещениях и чувствовать себя комфортно для получения знаний. В ближайшее время с проверкой посетят и другие образовательные учреждения областного центра. Все школы и детские сады должны пройти приемку до 18 августа. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для Карибу.